Всем добрый день. Тефлон. Смерть вашему дому. Ужасные слова. Как такое можно говорить? На самом деле это видео будет посвящено опасности тефлона. Опасен ли он? Большинство людей даже не подозревает, насколько он опасен, считая, что это все в прошлом, это прошлые поколения тефлона были опасны, сейчас все совсем иначе. Вся ситуация изменилась кардинальным образом. Давайте обо всем по порядку. Ситуация не изменилась. Основой работы тефлона является специальное полимерное покрытие, которое создается на основе перфтороктановой кислоты. Именно эта кислота позволяла создавать покрытие, к которому ничего не прилипает, особенно на режимах жарки. Долгие годы ведущие мировые производители, которые изготавливали такую посуду, само собой скрывали эту информацию или не проводили никаких исследований о вреде тефлона, который попадает в организм человека. Тем не менее, то, что они не знали этого, конечно же, было бы некорректным. Они отлично знали и исследования проводились, ведь в эту сферу вкладывались миллиарды и миллиарды долларов и евро. Одна только идея тефлоновой посуды заключается в экономии. Ведь стандартная классическая посуда, которая изготавливалась на протяжении столетий, имела довольно толстые основания, то есть алюминий, медь, сталь. И этих поверхностей было достаточно для нормальной готовки. Что сделать, чтобы можно было сократить стоимость посуды? Правильно сделать посуду тоньше, тоньше и тоньше, а чтобы она не подгорала от высоких температур, покрыть ее специальной поверхностью, которая бы ее защищала. В 2013 году были проведены финальные исследования, которые были обнароданы, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, о том, что содержащаяся в составе тефлона перфтрактановая кислота опасна для жизни человека. Она блокирует работу почек, она блокирует работу печени, она вызывает рак, она работает фактически против всех органов, которые каким-то образом связаны с пищеварением человека. Причем последствия испытаний были обнаружены фактически 99% респондентов, которые проходили эти тесты. И официально с 2013 года мировые производители, в том числе и самая известная компания Тефаль, объявила о том, что теперь в ее посуде больше не содержится перфтрактановая кислота, теперь эта посуда абсолютно безопасна. Тем не менее, сомнения людей, они существуют. Как минимум потому, что посуда для разных стран действуют разные. И запрет на использование перфтрактановой кислоты в посуде был введен, по сути, только в трех основных направлениях. Это Северная Америка, США, Канада, это Австралия, Новая Зеландия и это Евросоюз. Остальные страны ничего подобного, никаких исследований не проводили и никакого запрета на использование перфтрактановой кислоты не вводили. Поэтому абсолютно не удивляйтесь, если вы получаете сковородку известного производителя с антипригарным покрытием, который в данном случае по-прежнему содержит ту же самую перфтрактановую кислоту, которая была изначально и она никуда не делась. Поэтому даже наличие качественного известного производителя и его имени на сковородке нисколько не гарантирует вам, что этот тефлон абсолютно безопасен. Я бы сказал, что в любом случае он может оставаться опасным. Риски примерно такие же, как в любом случае получить кирпичом по голове на улице, то есть 50 на 50. Гарантировать, что вы лишены этих рисков, в принципе, невозможно. Второй момент основополагающий – это, конечно, что тефлоновое покрытие бывает разного качества. И в ряде случаев люди физически видят, как этот тефлон облезает. Вы покупаете новую сковородку, смотрите на нее, готовите в ней, и буквально через 3-4 цикла готовки у вас отдирается слой этого тефлона, и вы видите алюминиевую поверхность. С одной стороны, вроде как ничего страшного, с другой стороны, вы отлично понимаете, что этот тефлон, и в данном случае его элементы, попадают к вам в организм. Это последнее, чего стоило бы сделать. Даже микроскопические частицы во время испытаний и тестов приводили к вызыванию первичных признаков рака и блокировки работы основных пищеварительных органов. В данном случае, когда попадают, извините, здоровые куски, уже поздно пить боржоми. Тут уже ничего не сделаешь, и эту посуду нужно просто-напросто выкидывать. И на данный момент времени такой посуды не то, что не стало меньше, ее стало гораздо больше. То есть количество такой посуды, особенно в бюджетном сегменте, оно превалирует. Это китайская посуда, индийская посуда, завален фактически весь рынок. Эта посуда изготавливается в том числе и для республик, стран бывшего Советского Союза. Тем не менее, давайте поговорим о том, что вы все-таки решили и купили настоящую сковороду, сделанную для рынка Австралии, Новой Зеландии, Евросоюза, либо Америки, Канады, где не используется перфтероктановая кислота, и которая, по заверению производителей, абсолютно безопасна для покупателя. Это четко там написано, вам все гарантируют, непонятно чем, понятно, что никто не будет нести ответственности, но вам текстом там гарантируют о том, что это безопасно. Тем не менее, эта безопасность, она очень обманчива. Как только вы начинаете читать даже открытые источники, я не говорю какие-то закрытые исследования о последствиях использования данной посуды, вы выясняете одну очень важную деталь. Данную посуду нельзя разогревать до температуры выше 250-270 градусов. Многие тут же выдыхают, да что же, я на такой температуре-то никогда я не готовлю, я яичницу готовлю при температуре, наверное, градусов 160, а вот неправда. Даже когда вы варите суп, температура вашей посуды, тонкой, сделанной с покрытием и из тефлона, выходит далеко за пределы 200-250 градусов. Эта вода у вас кипит при температуре сотни, а металл, чтобы он нагрел вашу воду до температуры 100 градусов, должен нагреться до температуры порядка 300. Поэтому разрушение тефлона, я уж не говорю о том, который вреден, еще имеет перфтероктановую кислоту, наступает практически каждый раз при каждом использовании. Разве что в случае, если вы варите яйца в маленьком ковшике на низкой температуре, только в этом случае можно чего-то избежать. Про сковородки я даже и не говорю. При этом, что будет, если самую полезную, самую лучшую поверхность, сделанную из тефлона, каким-то образом перегреть. Итак, читаем конкретно описание, что будет, каковы возможные последствия, как на лекарствах. Читаем описание тефлона. Итак, если вы перегрели посуду, сковородку, либо кастрюлю свыше температуры 500 градусов по Фаренгейту, либо 260 градусов по Цельсию, то в этом случае начинаются токсичные химические выделения, которые вызывают так называемый тефлоновый грипп. Как бы это смешно ни звучало, при вдыхании этих паров у вас начинает расти температура, появляется головная боль и ломота в теле. Если вы думаете, что вы просто устали, хотя на самом деле просто-напросто готовили яичницу на кухне, это не совсем так. Появление головной боли, появление температуры, появление ломоты в ногах и в спине – это действие вот этих вот паров тефлона. Проблема разве что заключается в том, что это само проходит. Всего лишь 24-48 часов, как заявляет производитель этого химического элемента, этого химического состава, как практически все следы от химического отравления проходят. Вопрос только в том, что если вы это делаете каждый день по несколько раз на дню, является ли это накапливаемым эффектом и привезет ли это каким-то последствиям крайне неприятным, крайней смерти, заболеванию, раку и так далее, производитель не уточняет. Он просто говорит о том, что у вас могут быть небольшие последствия в течение очень небольшого периода времени. Поэтому, если вы желаете счастья, здоровья вашей семье, само собой рекомендую вам не покупать посуду, сделанную с использованием тефлона. Кто-то скажет, ну она же зато дешевая и стоит она копейки. Купите керамическую сковородку, купите сковородку, сделанную из нержавеющей стали, купите кастрюлю из нержавеющей стали, переплатите за это. Но поверьте, вы проживете намного лет дольше, и ваша семья будет вам благодарна. Если вам требуется помощь в подборе бытовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполоть анкету и получить всю исчерпывающую информацию о приборах, которые подойдут именно вам. Каждый подбор способен сэкономить вам от 5 до 10 тысяч рублей только на одном типе прибора. Всем удачи, до будущих встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!